Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Добрый вечер! Добрый вечер! Более подробнее о ходе встречи в репортаже Розы Тедеевой. Добрый вечер! 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 грузия еще не была состоявшимся государством по сути дела уже никто не признал и физически только был оформлен распад беловежское соглашение и так далее но мы успели и это на 90 процентов заслуга алана четче потому что он четко определил ориентиры очень четко расставил все акценты какие возможно какие невозможно он обладал юридическими знаниями вполне достаточно для того чтобы оппонировать любому противнику или пардон за тавтологию оппоненту получилось так что его не поняли у меня тоже в концов меня тоже не поняли но алан более чувственная натура более чувственная натура поэтому он был вынужден уехать за рубеж потому что ему реально угрожала его жизни угрожала ставший жертвой политических интриг алан резой ведь ушел из жизни изранены ножами в спину но не сломленный оставшись ярчайшим уникальным примером для новых поколений национально ориентированных политиков до конца своих дней он грезил пройтись по главной площади той республики которой мы во многом обязаны ему неукротимому романтику и пророку которого нет и уже не будет в своем отечестве в связи с кончиной известного политического деятеля алана чочи его свои соболезнования семей и близким выразил президент алан гогуев другим темам министр иностранных дел российской федерации сергей лавров направил поздравительное послание главе внешнеполитического ведомства южной осетии ахсару джиоеву по случаю назначения на пост министра сообщает пресс-служба мид в москве вас знают как опытного профессионала ценят ваш вклад в поступательное расширение российско-юго-осетинского внешнеполитического взаимодействия уверен что ваша деятельность во главе юго-осетинской дипломатии будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений упрочению международных позиций республики обеспечению стабильности и безопасности в регионе настроен на конструктивную совместную работу в интересах народа в наших стран в русле союзничества и интеграции состоялась встреча ахсара джиоева с чрезвычайным полномочным послом российской федерации в республике южная осетия маратом кулахмедовым посол поздравил министра с назначением на высокую должность пожелал ему успеха в работе джиоев выразил благодарность российской стороне за поддержку и подчеркнул что южная осетия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с россией гражданин сша фрэнк янес нарушивший государственную границу южной осетии с грузией выдворен в среду за пределы республики сообщает пресс-служба кгб республики южная осетия 27 июля пограничной службой кгб южной осетии в районе населенного пункта балта ленингорского района за незаконное пересечение государственной границы между республикой южная осетия и грузии был задержан гражданин сша фрэнк янес 1999 года рождения уроженец штата калифорния житель города джексон кантри штат орегон 24 августа после проведения комплекса проверочных и фильтрационных мероприятий янес в соответствии с действующим законодательством выдворен за пределы республики и передан грузинской стороне сказали в пресс-службе там отметили что ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на руководстве грузии сша которые отказываются признавать суверенитет южной осетии и целенаправленно скрывают от иностранных граждан факт наличия между южной осетии и грузии государственной границы за последнее время это второй случай когда гражданин сша не был осведомлен о наличии линии прохождения югостей на грузинской государственной границы и совершил ее незаконное пересечение с угрозой для собственной жизни уверены что полноценное обеспечение личной безопасности граждан сша а также всех других стран возможно только после завершения процесса делимитации демаркации государственной границы республики южная осетия с грузией и предоставления всем заинтересованным сторонам исчерпывающих сведений относительно линии ее прохождения сказали в ведомстве мост расположен на увезда в город с восточной стороны с каждым днем теряет прочность несущих конструкций ходят разговоры о целесообразности его сохранения как старой части цхинвала министерство культуры инициировала проведение круглого стола с участием профильных ведомств а также представители общественности которые выступают за его восстановление инициативе министерства культуры 30 августа в 12.00 в здании республиканской библиотеки пройдет круглый стол посвященные теме старого моста мероприятие примут участие представители минстроя эксперты в области строительства журналисты представители общественности которые за последнее время активно участвуют в обсуждении темы старого моста на круглый стол также приглашены члены комиссии по государственной историко-культурной экспертизе художники реставраторы научные работники и представители строительной отрасли высокогорная кельская пивоварня начнет свое функционирование в сентябре месяце в поселке ленингор качество пива будет проверяться специальной лаборатории здесь же на территории пивзавода для варки использована вода из кельского источника продукция рассчитана на местный рынок но в планах экспорт в российскую федерацию под югостинским брендом на полную мощность высокогорная кельская пивоварня заработает уже в сентябре на данном этапе завершается отработка рецептуры и технологий для создания новых видов отменного пива результатом стараний технологов и долгих экспериментов стало получение трех видов пива вкусовые качества которых по достоинству оценил местный потребитель это несколько сортов классическая сетля чешский пилзнер и там пшеничная ряд других сортов но объемы небольшие это рецептурные варки но это такие еще не промышленный объем всем очень нравится пиво на данном этапе пиво варится в небольших емкостях продукция рассчитана на местный рынок в перспективе запуск основного цеха где пиво будет выпускаться в больших объемах для экспорта в российскую федерацию под юго-сетинским брендом но акцент предприятия это на экспорт так как изначально задача ставилась чтобы увеличивать экспортный потенциал южной осетии и узнаваемость вообще в целом южной осетии благодаря ее уникальным возможностям в частности здесь уникальная вода которая отправлялась и в российские лаборатории в европейские и качество воды были даны самые высокие оценки с увеличением объема производства появятся и новые рабочие места продукция высокогорной гельской пивоварни пользуется большим спросом чтобы получить привлекательный внешний вид и отличные вкусовые качества пива используются высококачественные ингредиенты за всем этим процессом пристально следят опытные технологи светлое пиво сварено на верховых сброжено на верховых дрожжах сварено из светлых сортов солода с добавлением двух сортов ароматного хмеля и одного сорта хмеля для горечи ну мягкое питкое пиво 4 и 3 десятых градуса сколько обычно занимает вытяжка все сорта по-разному мы стараемся выдерживать максимальный срок до возможности реализовать выдержка примерно уже 21 день во время производства пива используется кристально чистая вода из кельтского источника здесь очень хорошая вода очень благоприятное место я же говорю вода имеет немалое значение в пивоварении поэтому и вкус и аромат я думаю вы сможете оценить сами хмельной напиток в торговые точки города доставляется в кейгах на будущее в планах руководства завода разливать пиво в стеклянных бутылках монтаж линии на стадии завершения это предприятие должно стать лучшим вообще не то что там за кавказе но и на северном кавказе тоже и прославиться прославить южную осетию на весь мир такая задача поставлена чтобы сварить самое лучшее пиво в мире поэтому здесь установлены вот такие чаны это вот несколько варочный порядок заторный чан и другие емкости для варенья в стерильных таких хороших условиях уникального пива из южной осетии качество пива будет проверяться в специальной лаборатории которая начнет свою работу на территории пивзавода высокогорная кельтская пивоварня начала свое функционирование в этом году на месте бывшего предприятия по выпуску лимонада алутон в поселке ленингор предприятие заработало благодаря вложениям российского инвестора что благополучно скажется на экономике нашей республики анжела кокоева джон и теха фатима кумаритова информационный выпуск сегодня по просьбе миссии международного комитета красного креста мегафон южной осетии запустил телефон доверия для сбора информации по поиску пропавших без вести звонки бесплатные а информация полученная по телефону доверия анонимно и будет предоставляться исключительно семьям которые ждут любого сообщения о судьбе и местонахождении пропавших родственников представители миссии международного комитета красного креста в начале месяца обратились в компанию мегафон для запуска телефона доверия сбора информации обезвести пропавших в ходе вооруженных конфликтов с 90-х годов мало пополняется более десятков семей ждут любой информации и не оставляют надежды что их родные все же найдутся сейчас благодаря телефону доверия есть надежда на появление хоть каких-то данных от населения способствующих поиску людей горячая линия работает все будние дни и доступна для всех жителей с любого населенного пункта республики одним номером управляет международный комитет красного креста другой находится введение у аппарата по научному представителя по вопросам постконфликтного урегулирования обе линии действуют в будние дни с 9 до 6 вопрос стоит о десятках семей которые продолжают искать своих близких компания мегафон поддержала социальной значимости проект и сейчас для сбора информации функционируют два номера звонки поступающие с территории республики абсолютно бесплатны данная инициатива имеет колоссальное значение поэтому в самые кратчайшие сроки буквально за несколько дней мы занялись вопросом именно с технической стороны организации телефона доверия то есть два номера это 803 30 11 и 803 30 22 были выделены специально для этой цели а также организована бесплатная входящая связь эти два номера позвонив на номер звонящий получает короткую информацию о целях данного проекта и уже после этого его соединяют с оператором связи любая предоставленная информация конфиденциально в первую очередь это сделано для того чтобы абонент не боясь мог поделиться информацией кроме горячей линии мы установили ящики по сельским районам впрочем такой же ящик будет стоять и в городе цхинвале ящики для анонимных записок информация из этих ящиков и ящиков будет изуматься каждого каждое 20 число месяца и таким образом мы будем подводить какие-то результаты но сейчас пока трудно говорить о том как собирается информация потому что инициатива стартовала 10 августа вся поступающая информация о судьбе и местонахождении пропавших будет передана семьям без вести пропавших я наплевай до кочиева информационный выпуск сегодня третий день сдачи экзаменов художественное училище имени махарбега туганова сегодня компетентная жюри оценивала знания абитуриента в жанре композиция впереди два экзамена композиция на свободную тему и диктант по русскому языку в этом году по сравнению с предыдущими желающих намного больше в будущем учащимся предоставится возможность продолжить обучение в российских вузах краски холст кисти и полная тишина все сосредоточены на работе будущие художники скульпторы реставраторы дизайнеры сдают экзамен абитуриенты показывают свои знания в жанре композиция это уже третий этап вступительных испытаний милана бестаева она отлично сдала экзамен по рисунку и живописи с детства увлекается рисованием пробовать себя в разных жанрах имеет хорошую подготовку тем не менее признается волнение берет вверх сосредоточиться трудно человек который не обучался в художественной школе и не занималась с самого детства для меня это правда трудно настоятельно занималась но я не рисовала художественном стиле я рисовала комикс аниме или маме а вот милана плеева напротив уверена в своих знаниях и планомерно идет к своей цели она решила связать свою жизнь с искусством стать известным художником я ходила в лицей туда рисовать на изо потом я решила что мне надо поступать в училище и именно в девятом классе решила сюда поступить потому что когда я закончу школу останется еще один год а потом через один год я планирую поехать учиться в питер экзамен проходит под руководством заслуженного художника республики южная сеть а рудольфа бегулаева ошибки пока допускаются говорит он главное выявить потенциал у абитуриентов а профессионалами они станут уже в процессе обучения были у них какие-то навыки там вот сегодня они сдают композицию да и просто на этой композиции просто надо угадать какие у них какое у них мышление быстрое мышление как они умеют компоновать как они соображают вот выбранной теме у них сегодня экзамен с каждым годом количество желающих поступить в художественное училище растет в этом году заявки подали 22 абитуриента по сравнению с предыдущими образовательными периодами это очень хороший результат у нас бы было еще больше но огромная потребность общежития к нам вот не могут приехать и сквозь а из нора вот несмотря на то что у нее этот транспорт работает и транспорт раньше государство оплачивало это транспортные расходы да вот а сейчас ну такие праздни им давали а сейчас и это это финансирование прекратилось и связи с финансированием естественно и ушли те студенты которые учились до схемвальское училище всегда славилась своими студентами подготавливают и обучают их профессионалы заслуженные и народные художники профессиональная подготовка студента в училище на хорошем уровне более того учащимся предоставляют возможность продолжить обучение в российских вузах поэтому интерес к училищу с каждым годом возрастает впереди у абитуриентов еще два экзамена композиция на свободную тему и диктант по русскому языку а потом четыре года обучения в стенах художественного училища имени прославленного астинского художника махарбега туганова стыла бязерва алимбт фатима кумаритова информационный выпуск сегодня по республике ясная погода в наурском районе днем плюс 29 ночью плюс 16 царском районе днем 29 градусов тепла ночью плюс 14 городе квайса днем плюс 27 ночью плюс 14 ленингорском районе днем плюс 29 ночью плюс 16 столица республики в скинвале днем плюс 30 ночью 17 градусов тепла на этом наша программа подошла к концу я ирина джиоева желаю вам всего доброго и до свидания